Бобруйский онкодиспансер, который на время превратили в инфекционный госпиталь, вернулся к привычному ритму работы. Эпидобстановка в городе улучшается. Первого пациента с коронавирусом эта лечебница приняла 5 июня. Перепрофилировали 4 отделения, подготовили 126 коек. На все ушло полтора месяца. Персонал прошел удаленное обучение на базе Белмапо. Каждый сотрудник клиники сдал экзамен. В администрации учреждения, уверяют, спланировали все до мелочей. Были разделены потоки персонала, которые оказывают помощь ковидным пациентам. Они приходили на работу на полчаса раньше и в одну дверь, а те, которые оказывали помощь онкологическим пациентам, на полчаса позже и в другую дверь. Мы даже продумали логистику транспортных потоков на территории, дабы максимально разделить эти потоки. Ни один из онкологических пациентов, которые находились в стационаре, не заболел коронавирусной инфекцией. Но мы считаем это достижением. Зоны поделили на чистые и грязные, оборудовали шлюзы для перехода из одной в другую. 40 койко-места хранили для оказания помощи онкопациентам. Проводили лучевую и химиотерапию. Хирургических больных направляли в Могилев. Прием бобруйчан с COVID-19 проходил четко по инструкции. Скорая помощь привезла, порог переступил. Пациента встретили тут же. Оценили у него количество кислорода в крови, сатурацию. Оценили его общее состояние, количество дыханий, в каком он состоянии. Тут же выполнена компьютерная томография органов грудной клетки. Если у него есть пневмония на КТ, он госпитализирован на койку. Кабинет КТ персонал называет сердцем диагностики. Аппарат способен просканировать любой участок тела. Все пациенты с подозрением на COVID проходили исследования на компьютерном томографе. Снимки были готовы мгновенно. Например, на этом файле из архива отчетливо видны пораженные легкие. Изменения по принципу матового стекла. Год назад здесь появился новый аппарат МРТ мощностью в полторы Теслы и современный маммограф. В больнице работает 319 человек, около 200 были брошены на борьбу с вирусом. Выходили в ночную, трудились не напрасно. Ровно через 28 суток выписали последнего ковидного пациента. Работа диагностического отделения была организована круглосуточно. Все врачи, лаборанты и младший медперсонал тоже работал круглосуточно. У нас все получилось, скажем так, очень дружно, командно. Мы буквально за пару часов организовались, определили график работы, режим работы. Кто был в отпускной компании, все безоговорочно согласились выйти и работать. После выписки последнего пациента с коронавирусной инфекцией все помещения прошли санобработку. Процедуры по дезинфекции осуществлялись под контролем Центра гигиены и эпидемиологии. На это ушло несколько дней. 6 июля медики вернулись к прежнему режиму работы. Тем не менее, меры профилактики инфекции по-прежнему соблюдают. Во время работы мы соблюдаем, мы обрабатываем руки в общественных местах, маска обязательно. Мыть ручки, антисептик, конечно. На улице стараемся не кушать такое, а маски уже нет, не носим. Стараемся не посещать людные места, находимся дома. А так, в общем, бабушка водится в масках детей везде. Бобруйские поликлиники также встретили коронавирус во всеоружии. Экипироваться в средства защиты медики начали еще в начале апреля. Первые городской потоки людей разделили. Аналогичным образом поступили во всех медучреждениях. Дверь с обратной стороны поликлиники. Можно с уверенностью сказать, это место, куда во время пандемии не ступала нга здорового человека. За исключением медперсонала, конечно. Именно здесь принимали пациентов с температурой и признаками простуды. Поверхности обрабатывали дезраствором после каждого. Когда приходили пациенты с симптомами COVID-19, рассказывают медсестры, им измеряли температуру, проверяли сатурацию, уровень насыщения крови гислородом, пульс и артериальное давление. После отправляли на прием к врачу. По необходимости делали анализы и рентген органов грудной клетки. Людей с подозрением на пневмонию сажали в карету скорой и отправляли в стационар. Врачи пенсионного возраста могли уйти в отпуск за свой счет, могли уйти в очередной отпуск. Но надо отдать должное, все остались дружненько работать. Я бы не сказала, что работали на износ, работали четко, дружно, слаженно. Комбинезоны, шапочки, маски, защитные щитки и перчатки на время стали второй униформой. Весь штат поликлиники 400 человек. По оценке администрации успешно справился с вызовом. Отстояли каждого пациента. Стало меньше пациентов с респираторными заболеваниями. Даже вызова на дом, уже единичные случаи с температурой. Стало значительно меньше пневмонии. Пневмонии тоже мы уже выявляем единичные, не массово. Контактов первого уровня тоже стало меньше. Если сравнивать количество случаев заболевания пневмонией, и коронавирусной инфекции, с маем, с июнем месяцем, то в июле мы наблюдаем серьезное существенное снижение. Пока для того, чтобы и сохранить это снижение, нам необходимо масочный режим оставлять. Слова благодарности бобруйским медикам слышны отовсюду. Пациенты, их друзья и родственники, представители городской власти и общественных объединений, руководители предприятий, бизнесмены и просто неравнодушные люди говорят спасибо за спасенные жизни и сохраненное восстановленное здоровье. Они, конечно, молодцы и ночевали, знают там, и находились безвылазно. Поэтому то, что им сейчас президент их поощряет, это им. Президенту большое спасибо, они заслужили. Докторов и медсестер, санитаров, фельдшеров и водителей скорых уже прозвали героями. Мария Бышкевич, Андрей Богдан. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова